МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Истец Валентин Петренко требует компенсации материального ущерба в размере 26 тысяч рублей за испорченный компьютер. Ответчик Александра Григорьева выдвигает встречный иск о компенсации стоимости испорченной простыни. Здравствуйте. Прошу садиться. Слушание, дело открыто. Валентин Степанович Неверов. Я предъявляю иск гражданке Григорьевой Александре на 26 тысяч рублей за порчу компьютера, принадлежащего моему сыну. Тут, в вашей честь, история была такая. А компьютер принадлежал сыну. Почему вы-то тогда здесь? Дело в том, что сын у меня еще несовершеннолетний. Компьютер стоял на балконе моей квартиры, и вот гражданка Григорьева... То есть, другими словами, компьютер-то ваш, но просто сын им пользуется, да? Ну, да, да. Ну, понятно. Так и скажите. А то я потребую сейчас доверенность и прочие документы. Нет, он на меня оформил просто... Ну, естественно, на вас. Да, сын пользовался. Понятно. Малолетний сын, да? Несовершеннолетний. Сколько ему лет? Ему 14 сейчас. Ну, понятно. Продолжайте. Значит, гражданка Григорьева с крыши нашего дома, а я живу на третьем этаже трехэтажного дома, надо мной только крыша. Да. Вот. Балкон у меня не застекленный, не открытый балкон. Вот она с крыши на этот открытый балкон вывалила ведро навоза, понимаете? Испачкала простынь. Вот. Пожалуйста. У меня там простыни сушились. Вот это вот. Что, так дочек? Просто не постирали даже. Так я специально хотел показать. Понятно. Я, значит, простынь, ты ладно, она старая, это просто чтобы вот. Но она еще на компьютере... Навоз-то чей? Вот. Она утверждает, что мой. Только, знаете, я на крыше навоз не оставлял. Тут, понимаете, какая история получилась. Это у нас с ней давно уже... А кто оставил-то? Да помолчи ты в суде или кто-то здесь. У меня в полисадничке, ну, грядочки там вот под окном. Я в свободное время там, ну, работаю, как на огороде, значит, там. Вот. И она постоянно шум поднимает. У нее квартира-то на первом этаже. Она, как я только выйду, открывает окно и давай там на меня кричать, что и огород ей мой мешает, и запах там какой-то мешает. Я сам ей жить мешал. Если бы он только мне мешал. Весь дом на локом промонял. Вот. Я, значит, однажды, ну, как-то, не стерпел. Говорит, ну, не мешай-то мне, мол, работать там все, значит. Познал он меня по-русски. Она выскочила. Давай меня толкать, лопату у меня вырывать из рук. Я поскользнулся, упал, лопата-то в руке была. Ну, и капля навоза там, она перелетела, попала ей на простыню. У нее простыня тоже на балконе сушится, а балкон на первом этаже, все открыто, понимаете. Ага. И подскальзлась на навозе, понимаете. И она там сверху на меня еще орет. И вот компьютер-то весь в навозе, понимаете. Все это протекло. Он из строя вышел. Компьютер, вот, я носил в ремонт. Не подлежит ремонту. Да он же не рабочий был компьютер. Кто бы ты рабочий на балконе держал? Я, ваше честь, я требую, чтобы она оплатила мне полную стоимость компьютера, согласно его стоимости чека. Ну и сколько же это рублей? 26 тысяч рублей. Передайте мне документы. Простыню не надо передавать навозную. Оставьте ее себе. Приволок. Ну что, признаете иск-то, нет? Ваша честь, иск я никак не признаю. Дело вообще как было? Одну секундочку, я сейчас еще ИСУ один вопрос задам. А что, вот этот вот весь навоз попал на компьютер, и именно из-за этого перестал работать, да? Ну да, конечно. Но он не весь там, может, попал. Но он же жидкий, там протекло с него, понимаете, в компьютере. Я уж не знаю, как там. Я в этом не очень-то разбираюсь. Понятно. А вы сами видели, или свидетели, может быть, видели, что именно ответчица это ведро опрокинула на ваши простыни и компьютер? Не, ну как, я в комнате находился, я на шум выскочил-то. Ну я же перед этим был на балконе, там же не было ничего. А вот она тут на крыше стоит, да, она сама, собственно, не отрицает. Да, вот это самое там... Понятно. Ну, вам слово. Александра Ивановна вас зовут, да? Ваша честь, да, Александра Ивановна Григорьева. Ваша честь, я иск никак не признаю. Я еще ему и встречный выставлю иск на полторы тысячи за простыню. В господи. Испорченную. Что, господи, у меня белье дорогое, английское. Со мной, со мной разговаривайте. Ваша честь, дело вообще как было? Да. У меня в тот день телевизор плохо показывал. Так. Ну, а мужика дома нет, я привыкла со всеми проблемами сама справляться. Полезла на крышу посмотреть, думала, антенна там чего-то. На крышу-то залезла, антенну поправлять. И навоз прихватила. И зацепилась ногой за ведро. Мало того, что он у нас во дворе эти бочки с навозной жижей нам под окнами выставил, нам дышать нечем, так он еще, оказывается, заначку навоза на крыше себе организовал. Да ты спятила, что ли? Заначку. Какой нормальный человек будет на крыше навоз держать? Да ты посмотри, вот ведро-то. Вот, оно подписанное. Квартира 45, собственность Петренко. На, вот нюхай свой навоз несчастный. Да это не мое. Мало где ты его взяла, я не знаю. Мало что там написано. Это вон карандашом написано. Там что, мое начать? За то, что вы нарушаете порядок в судебном заседании, и теперь я вынужден буду сейчас тоже, так же, как и вы, видеть и нюхать это, вот это вот то, что в ведре, я штрафую каждого из вас на тысячу рублей. Ваша честь, а мы вот это вот нюхаем с весны до осени. Он привез машину навоза, свалил под окнами, причем, заметьте, участок у него не оформлен официально. Там у нас вообще придомовая территория, которая на благоустройство рассчитана, там клумбочки разбить, лавочки. К администрации обращались? Обращались, но у него братик в администрации, нам даже протоколы не показали, у него братик в администрации работает. Все без толку, ничем не прошибешь. Вот, а компьютер его, компьютер его, у меня свидетель ваша честь есть, она подтвердит, она точно знает, компьютер у него не рабочий, он просто под это дело еще решил и компьютер. А на что, у тебя в ремонтной мастерской работает? Понятно. Скажите, каким образом это ваше ведро, подписанное, оказалось на крыше? Да не мое это ведро, ваша честь, откуда я знаю? А навоз ваш? Ну, у нас больше нет ни у кого навоза, только он привозит. Ну, ваш навоз-то? У меня там бочка стоит, там, на этом самом, на моем вот этом участке маленьком, может, она оттуда набрала и взяла, и замуж из другого места принесла. Вот, пожалуйста, ваша честь, это он, как говорят, случайно забрызгал. Ну, и где там что-то? И вы что, как память храните, один простыню и второй? А я отстирать не смогла, ваша честь. Да перестаньте, от навоза отстирывается все. С отбеливанием. Вон, дети какаются с утра до ночи, лежат, и все чистое всегда у всех. Ну, что вы говорите-то? Я уже с отбеливанием. А это экологически чистый продукт. И вот они будут здесь суд в заблуждение вводить. Ваша честь, ну, не мог же компьютер с этим делом привозить? Да вот в том-то и дело, что не мог. Прошу вас вызвать моего свидетеля. Давайте вызовем свидетеля, который подтвердил, что вы не высыпали навоз на компьютер, так? И я прошу вас вот посмотреть документы, что мы обращались в администрацию и чек на простыню. И теперь кто это за вами будет вот это убирать, а? Вот она все это рассыпала, пусть убирает. Да вы ногой тоже поддали. Она. Я не хотел. Не хотели? Случайно получилось, да? Подружку свидетеля вызвали. Добрый день, Ваша честь. Здравствуйте. Я Савельева Анна Валерьевна. Я живу тоже в этом доме. Сосед наш действительно, как вы слышали, нас достал. Везде со своим навозом, везде грязь. Мы живем уже, как навозные жуки. По поводу простыни, я видела, как это все было. Потому что, когда они начали там кричать под окнами, я посмотрела в окно. Смотрю, они чуть ли не дерутся. Он лопатой на нее замахнулся, она отвернулась. Как раз вот это все с лопаты-то и полетело. Ей на простынь, на бельеное, то, что у нее было постирано. Он начал там что-то оправдываться, но, как говорится, уже факт совершился. И по поводу компьютера я могу сказать. Врет он, наглым образом врет. Потому что его сын уже чуть ли не 2-3 месяца бегает к моему внуку. У них компьютер давно сломался. У них плата какая-то там перегорела. Поэтому они его на балкон и выставили. Теперь вы мне скажите, а сколько времени этот компьютер на балконе-то уже стоит? Скажи, скажи. Скажи, скажи, да. Ну, правильно, говорит, месяца два. Месяца два, понятно. А когда человек пользуется компьютером, он разве сохранит его на балконе? Там дождь, ветер, пыль. Сами сказали, что ни крыши, ни остекления нет. Хапуга он. Под это дело и деньги скачать хочешь. Ну что ж, пойду выносить решение. Прошу всех встать. Оглашается решение суда. Я пришел к выводу, что оба иска, и основной, и встречной, являются неосновательными. Доказательств никаких вы не представили. Это между собойчик у вас такой. Спор ни о чем. Разрешите его, как соседи, доброжелательные по существу. И нечего в суд обращаться и тратить деньги налогоплательщика. В следующий раз в таким иском придете, оштрафую. Гражданский процессуальный кодекс позволяет это сделать. Понятно вам? Окончено слушание дела. Решение суда. В иске отказать.